Всем привет! Предыдущее видео по этой теме вызвало вас массу вопросов и споров. Сегодня я попробую ответить на самые распространенные из них. Самый частый вопрос, насколько хорошо держится такое покрытие? Я уже много раз отвечал в комментариях, что качество покрытия напрямую зависит от качества обезжиривания и очистки поверхности. Кстати, по поводу обезжиривания мне посоветовали очищать металл с помощью щелочи. Сегодня я попробую это сделать. Также мне посоветовали смывать кислоту каждый раз после погружения детали в нее. Тоже сегодня это попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Многие писали, что такое покрытие легко стирается даже пальцем. Но как вы можете видеть, я не могу стереть это покрытие ни тряпкой, ни пальцем, ни даже ногтем. И лишь при помощи другой железяки я смог оставить на покрытии видимые повреждения. Второй часто задаваемый вопрос, а магнитится ли сталь после покрытия ее медью? Конечно же магнитится. Сталь не может поменять своих свойств из-за нескольких микрон меди на ней. Третий вопрос. Можно ли покрыть медью алюминий? Понимаю, что данный вопрос задается с определенной коммерческой целью. Но все же, давайте попробуем сделать это вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, обычный способ не подходит для алюминия. Попробуем гальванику. Использовать буду обычное зарядное устройство для автомобиля. Но подойдет и обычный блок питания от телефона или ноутбука. Плюс цепляем на отрезок медной проволоки, он будет выполнять роль анода. А минус цепляем на нашу алюминиевую заготовку. Выполняет функцию катода. Напряжение выставил чуть более 1 ампера. Вот что получаем через 3 минуты. Покрытие рыхлое и стирается тряпкой. Попробую уменьшить ток до минимума и подождать подольше. Через 10 минут вынимаю заготовку. На первый взгляд, медное покрытие внушает доверие. Попробуем его стереть. Сначала аккуратно тканью, потом сильнее и с нажимом. Медь на месте. Также я не смог ее стереть ни пальцем, ни ногтем. Надеюсь, кому-то это пригодится. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Со свинцом дела обстоят так. При окунании свинца в наш состав, он начинает активно реагировать с кислотой. Он шипит, пенится, от него выделяется дым и очень едкий запах. В общем, для свинца нужно придумывать что-то другое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Надеюсь, я ответил на большинство интересующих вас вопросов. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok